Да, тут удобно. Это автоцистерна пожарная. Руль-то небольшой вам? Да, большой. Хотя нормально. На выставке пожарно-спасательной техники особое место занимает вот этот робот. Он облегчает работу в зоне повышенного риска, предназначен для проведения разведки и тушения локальных очагов пожара, а также ликвидации последствий радиационных и химических аварий. А сегодня спецтехника в роли корреспондента ТВК. У него установлен дозиметрический прибор, газосигнализатор, который передают на пульт к оператору всю информацию в зоне ЧС, так называемую. У него также установлено пять камер. По всем камерам мы можем увидеть складывающуюся обстановку в месте, то есть обнаружить также, возможно, пострадавшего, либо какие-то провести действия по локализации чрезвычайной ситуации. В Новосибирской области соревнования по силовому многоборью уже трети по счету. А вот в Бердске они прошли впервые. Не спортсмены, а действующие пожарные. На полосы препятствий вышли 27 команд со всего региона. Это 81 огнеборец. Время, которое дается на выполнение всей дистанции – 10 минут. Если участник не укладывается, то команда получает 0 баллов. Автомобиль весом 2 тонны трогается с места и набирает скорость порядка 20 км в час. Огнеборец 32-й пожарной части Александра Собчук буксирует его в одиночку. Из последних сил ему предстоит протащить автомобиль 50 метров. Это уже финишная прямая. Дистанцию Берчанин преодолел за рекордное время – 3 минуты 51 секунду. Отличное начало. Тяжело, как психологически, так и физически. Очень тяжело. Плюс погодные условия. Ожидали дождь, что будет дождь, но солнце, жара. Во-первых, еще в сутра здесь подготовка с 6 утра на площади. То есть, снова все сказывается. Опять же, не стоит недооценивать всех участников. Есть много сильных ребят. 81 человек участвует. Как минимум 40 претендентов на победу – это 100%. Все сильные. К дистанции готовится Антон Сулейманов из 11-й Бердской пожарной части. Преодолевать дистанцию боевым расчетом приходится в полной амуниции. Штаны, куртка, боевка, каски, драги, пояс и аппарат с сжатым воздухом. А ведь на улице 25-ти градусная жара. Конечно, волнуюсь перед стартом. Мандраж. Но я готовился, постараюсь. Довольно тяжело, неудобно. Ну, а что поделаешь? Как погода тебе сегодня? Не очень. Жарко. Антон же, давай! Давай, Антонка! Готовы! Готовы! Ваня дает сустав! Антон 10 раз поднимает две 16-килограммовые гири. За считанные секунды разворачивает многометровый пожарный рукав, а потом сворачивает его. Приседает со штангой весом 40 килограммов 10 раз. Далее надо перекантовать 80-килограммовую покрышку от КамАЗа. Путь 20 метров. А его нагоняет плевака Александр. 20 метров нужно остановиться. Еще раз, еще раз. Антон же, давай! И такое же расстояние Антон тащит тяжеленную покрышку буквально на себе. Силы уже на исходе, но надо держаться. При помощи кувалды на 5 метров передвигает вторую покрышку. На этом соревновании самое большое расслоение происходит, что быстрее. А, видимо, колеса наиболее тяжелые. Я, наверное, больше даже из-за детей пришла, чтобы они посмотрели, кто такие настоящие герои, на что они способны. Нам нравится, что как дядьки тянет машины. Такие тяжелые. Финальное и одно из самых сложных испытаний – тяга автомобиля с помощью каната. И все это напомним в полной боевой готовности, в защитном костюме, вес которого свыше 20 килограммов. Несколько участников не выдержали такой нагрузки и сошли с дистанции. Но это не про нашего бойца. В своем забеге он приходит, как и Александр Остапчук, первым. Это своеобразное соревнование, которое представляет собой симбиоз действий. Которые необходимы спасателю непосредственно при выполнении его работы. Поэтому это на самом деле очень важный элемент практической подготовки спасателя. Силы, выносливости и стремление дойти вперед и показать, на что он способен. Соревнования должны проходить все-таки в разных городах. У нас же не проходят олимпиады, чемпионаты мира в одной и той же стране и в одном городе. Это позволяет в том числе показать не только населению города Новосибирска. Вот сейчас мы в Берске. Люди смотрят, люди видят, что это достаточно тяжело, что это достаточно сложно. Сложно, да еще как, но такие нагрузки привычны для пожарных. Ведь в их работе бывает всякое. Каждый из этапов – это отработка навыков, чтобы при чрезвычайной ситуации успеть спасти пострадавших. В реальной обстановке применяют и такое. Даже умение наносить удары кувалдой. Пусть простят меня все окружающие, да? Все мальчики, но наши, бердские. Мы их очень любим, мы ими дорожим, мы их ценим, мы их уважаем. И очень бы хотелось, чтобы наши мальчишки не подкачали нас, потому что практически весь Берск болеет за них, согласитесь? Конечно. Смотреть даже немножко страшно, как-то сильно переживает. Я очень переживаю, потому что они близки мне. Почему это ПЧ-32, ПЧ-11. По долгу службы мы с ними работаем. У меня даже руки дрожат, когда начинают выступать наши. Я кричу, бегаю, волнуюсь, все-все такое. Абсолютно все подразделения Новосибирской области в очередной раз доказали, что они готовы к любым испытаниям. Но все-таки это соревнования. И наши показали отличный результат. По итогам состязаний Бердской и Пожарной заняли второе место в командном зачете. Александр Ростопчук стал первым в личном первенстве. Спасибо. 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 Спасибо.